Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные темы. Сегодня говорим о правилах жизни на войне. Итак, начинаем. Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций издал сборник рекомендаций «Живу, сражаюсь, побеждаю», основанный на обобщенном опыте участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и на Украине. Партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» перевыпустила эту методичку для мобилизованных. Один из авторов пособия, член Центрального управления Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Григорий Крюков у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Григорий Анатольевич. Здравствуйте. Я с большим интересом изучил это пособие. Действительно, это уникальный какой-то труд. Понятно, что туда вложен жизненный боевой опыт. Почему вы и ваши боевые товарищи пришли к необходимости написания этого пособия? Как только было заявлено президентом России вступление в специальную военную операцию, мы всем своим союзом ветеранов Афганистана поддержали это решение и по мере сил сегодня помогаем нашим вооруженным силам. Самое ценное, чем мы располагаем, это наш боевой опыт. Поэтому мы постарались его воплотить. Вот это вот пособие. В преамбуле к этому пособию я прочитал, это действительно так и есть. Собственно, я в армии служил в срочную службу, но не участвовал в никаких боевых действиях. Но я понимаю, о чем идет речь. Что военный быт, из которого на 80% состоит любая война, любые боевые действия, он везде одинаков. И незнание его основ подрывает здоровье бойца и может привести к потерям. Вот эти рекомендации практические, начиная от выбора обуви и заканчивая приготовлением пищи, как спастись от снайпера и так далее, они действительно пройдены вами и дают понимание, как себя вести человеку, который далек от военной службы. Да, это все основано на нашем личном опыте. А там есть коллектив авторов. Вы обратили внимание, да? Больше того, я бы включил в коллектив авторов и своих командиров. И командира дивизии, генерал-полковник Раузеляева, и первого командира роты Олега Усенко, и своих солдат, с которыми мы вместе прошли этот путь. И даже афганских маджахедов, которые тоже много чему нас научили. Ну как Петр Первый в свое время говорил, благодарим шведов, наших учителей. Поэтому мы вложили сюда вот этот вот опыт. А поскольку везде характер войны зависит от театра, от военных действий, от противника, от вооружения, то в самом деле описывать все детали, наверное, было бы неправильно. Это получилась бы толстая, нечитаемая книжка. Ну, толще, чем война и мир у Толстого. Мы постарались сделать пособие предельно простым, как сегодня молодежь говорит для тиктокеров, где все предельно ясно и просто. Ну, давайте его покажем, да, для того, чтобы мы не были голосовыми. Значит, вот в таком виде его предлагает печатать Министерство обороны. Мы не возражаем, мы даем согласие, причем на работу не требуем никаких преференций, гонораров. Это все передается бесплатно. Но мы, как и, кстати, правильно нас поняла справедливая Россия, за самое простое издание, на предельно мягкой, дешевой, желтой бумаге, чтобы ее можно было использовать и для разжигания костров, если надо закурить. А если надо, ну, солдат сам найдет, как ее использовать. Из вопросов, которые к нам поступали, была одна претензия, почему так поздно пришла, почему не сделали раньше. Мы опробовали ее, запустили через спецназ ССО, службы специальной конференции, через спецназ ГРУ. И везде получили исключительно одобрительные оценки. Одно замечание получили от очень уважаемого нам специалиста. Он предложил не округлять данные прямого выстрела, потому что специалисты сразу это увидят, а написать как есть. Нам это было очень приятно, потому что мы ожидали больше критики. Потому что вот эти ребята прошли через 3, 4, 5 вооруженных конфликтов, и их опыт, конечно, тоже бесценен. И если они приняли все, ну, на 100% за правду, одобрили, значит, брошюра имеет какую-то ценность. Ну, сейчас в определенных кругах принято критиковать и Министерство обороны, и военкоматы о том, что началась мобилизация, а люди, в принципе, не очень понимают, как себя вести. У вас, а ваше пособие начинается с того, когда человек получил повестку, что где что купить, что нужно, что не нужно, сколько это весит, как это на себе нести. То есть, почему действительно раньше это было не сделано? Россия давно не принимала участие в боевых действиях, в наших вооруженных силах, в настоящих боевых действиях. То, что называли сирийским опытом, военные воспринимали, скажем, больше как участие в специальных боевых действиях, не связанных с настоящей войной. Ну, там серьезная специфика, которую вряд ли можно будет использовать положительно в боевых действиях современного характера. Часто звонят, что идет мобилизация, что брать с собой, что одевать. Ажиотаж привел к тому, что резко выросли цены в магазинах военных, на снаряжение, на одежду. Мы посчитали, если в начале операции покупать снаряжение стоило порядка 200 тысяч рублей, то сейчас эта цена выросла до 600 тысяч. Оценив ситуацию, понимая, что происходит в вооруженных силах, мы всех просим, убеждаем, не ведитесь на пропаганду этих жуликов, барых, не тратьте деньги. В России живут не очень богатые люди. И собрать там сына, мужа в армию, по таким расценкам, ну, очень сложно. Я сегодня прочитал в одном из телеграм-постов, что это стоит от 115 до 150 тысяч рублей, причем это минимальный набор. Вот я назвал то, что стоит по завязку. И говорю, не берите, не покупайте, не ведитесь. Все, что надо, армия даст. Вот у меня мобилизованы два сына. Для меня была неожиданность, мы, как отец, и с опытом, мы купили, а не офицеры, купили им хорошие ботинки, купили, ну, кое-какие элементы, не снаряжение, а, ну, скажем так, лазерные дальномеры, GPS, там, привязчики для определения координат. То, что надо на войне офицеру. Это как у столяра, там, или у своего, там, плотника, должен быть свой инструмент, так и у офицера тоже должны быть свои инструменты для работы. И для меня была неожиданностью, что, оказывается, армейские ботинки, наши, вот, не буду рекламировать производителя, но они действительно очень хороши. И они продуманы, они удобны, в них ноги не потеют. Для меня была неожиданностью, что они получают очень хорошую форму, теплую. Правда, хорошая форма. Поэтому не надо тратить деньги с семейных бюджетов, вытаскивать что-то. Все, что надо, солдат получит. А большего ему не надо. Не секрет, что Министерство обороны привлекает сейчас активно и ветеранов Афганистана, ветеранов других боевых действий на Северном Кавказе для подготовки мобилизованных наших сограждан. А для чего это делается, что конкретно, а вот вы, какой конкретно опыт вам передаете? Сразу, 6 марта, ну, через неделю буквально, через неделю, да, там две, после начала спецоперации мы выступили с предложением Министерства обороны через Главпур, Главное военно-политическое управление, по формированию, скажем так, центров поддержки специальной военной операции в России. К сожалению, тогда нас не услышали. И вот совсем недавно, пользуясь случаем, я передал это предложение заместителю министра обороны Евгурову. Ну, через посредников. Через сутки после того, как я передал документ, он пригласил нас, или угроводство РСВА, к себе в кабинет, где заслушал наши предложения, оценил и дал поручение о подготовке, ну, скажем так, для начала роты военных специалистов, которые будут оказывать помощь в подготовке мобилизованных военнослужащих на полигонах, в учебных центрах. Дело в том, что благодаря этому мы сможем освободить действующих офицеров, у которых есть, ну, другие задачи, скажем так. Ну, прямо скажем, есть определенные трудности с подбором кадров в вооруженных силах. И пока эта работа ведется, мы в состоянии заменить действующих офицеров специалистами-ветеранами. Среди них, кстати, не просто участники войны, но великолепные методисты высочайшего уровня. Если говорить, там люди прошли 3-4 вооруженных конфликта, орденоносцы, специалисты в области организации боевой подготовки. Это офицеры, солдаты. У солдат ведь своя, не академическая наука о войне. Там богатейший опыт выживания. Ну, допустим, как зимой согреться в танке, как на инжекторе разогреть тушенку или там завтрак. То, что в книгах не пишут, а солдаты знают. Даже элементарные вопросы отношения с офицерами внутри коллектива, как выстроить отношения, чтобы не создавать проблем, а способствовать решению боевых задач. Вот эта солдатская наука, она тоже очень важна. Мы и солдат привлекаем. У нас же были солдаты, которые прекрасно владели просто в совершенстве сложнейшей техникой. За полтора-два года участия в боевых действиях в Афганистане, они научились сложнейшее орудие 2.42 ночью с закрытыми глазами разбирать, собирать, восстанавливать. Точно так же перебрасывать двигатели, ТД-20 на БМП. Это величайшие мастера. И их опыт тоже будет бесценен. Ну, наверное, вот этот процесс мобилизации, приема добровольцев, да, он, опять же, не совсем отработанный, не простой. И может случиться всякое. К сожалению, могут случиться и страшные трагедии, так как это произошло на полигоне в Белгородской области, в западном военном округе, когда были расстреляны 11 человек из числа мобилизованных. Во-первых, как такое могло произойти? Во-вторых, как себя от этого обезопасить? Первое. Я бы хотел высказать соболезнования всем пострадавшим, родным и близким, кто пострадал этой трагедией. Потому что это действительно боевые потери. Если считать, что они погибли вне боя, это неправда. Россия ведет войну ведь не только со всем сегодняшним Западом. Не надо забывать, что продолжается война с мировым терроризмом. То есть мы воюем на два фронта. И это элементы вооруженного противостояния с мировым терроризмом. То, что мы громили их в Сирии, они пытаются сегодня любой ценой отомстить, свести счеты, сделать какие-то гадости на нашей территории. Это элемент войны с терроризмом. Второе. Теперь, что касается национальности людей, которые приняли участие. В Афганистане я служил в разведке, у нас служили таджики. Замечательные ребята. Они действительно и сегодня остаются патриотами России. Мы постоянно на связи. Они переписываются. Они готовы встать в строй. Говорят, командир, возьмите нас. Мы же помним, мы все знаем. Мы готовы с Россией вместе идти и воевать в одном строю. А вот этот вот случай, он не имеет отношения к таджикам. Это банальный терроризм. И террористами могут стать как граждане России, как русские, как кто угодно. Терроризм, он не имеет национальности. Предотвратить сложно, как любой теракт. А вот уменьшить последствия, минимизировать последствия можно было. Вот обратили внимание, что на полигоне, я смотрел фотографии внимательно, погибшие оказались без бронежилетов и без шлемов. А сегодня наставления по боевой подготовке, по огневой подготовке требуют, чтобы на занятиях по огневой подготовке все военнослужащие, без исключения, находились в бронежилетах и шлемах. Вот спросить надо с руководителей, которые не обеспечили выполнение вот этих наставлений. Можно было бы минимизировать потери от теракта. В завершении я бы хотел обратиться к одному пункту вот этого пособия, который действительно, я считаю, что он очень важный. Я хочу, чтобы вы кратко, но емко объяснили, почему он появился в пособии. Я имею в виду пункт 66, если брошюра достанется противнику. Но, скажем так, сегодня даже для западных специалистов, аналитиков, только с мозгами, конечно, понятно, что это не конфликт между Россией и Украиной, это конфликт между западной, скажем так, цивилизацией, паразитирующей на ресурсах и всем остальным миром. Просто так получилось, что свет клином сошелся на России и Украине. Больше того, они считают на Западе, что это не война между двумя государствами, а продолжение гражданской войны в России, где русские воюют против русских. И, как показывает опыт, мы снова будем вместе, объединены, как после гражданской войны 20-х годов, как после гражданских конфликтов в той же Чеченской республике. И везде, где нас пытались стравить, наши так называемые партнеры, мы так или иначе находили между собой общий язык и снова совместно решали общие задачи. Большое спасибо, Григорий Анатольевич. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был член Центрального управления Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Григорий Крюков. Это программа «Акцент дня». Я Владислав Павлов. Смотрите нас ежедневно и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин